Девушки отдыхают 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 где-то там во дворе. Ну, это еще и школы пішло, я говорю, еще от моих одноклассников. А тогда позже, уже, как, в принципе, можно сказать, служил, начал делать, уже начали мужики подказывать, говорят, да, ты взялся в дядь доме, ну, батько твой буша, потому что ты на него похожий. Понимаете, как? Согласны. Вот тут в студии сейчас немає моей сестры по батькову Жанну. Мы знаем, что две капли воды. Вибачьте, что в адмеде. Слушайте, а с отцом, вот, с человеком, который вас усыновил, вы пытались поговорить? Нет. В жизни, я его не пытал, он даже и одним словом не заикался. Мне никто не сказал, ни один человек, что буша не твой батько. То есть все были уверены, что... Он батько, но я взял дядь доме, но батько буша, наш бывший директор СОВГОЗа. То есть, подождите, то есть получается, что тот человек, который вас усыновил, он на самом деле ваш родной отец? Так, так. Подождите, а мама приемная? А тогда уже позже рассказала, что вона там в детстве сделала аборт, и в ней не было детей. И через то, меня взяли через 15 лет, через 14 лет в местной жизни, как они женились, это батько мой и моя мать, что выгодила меня. Отец, понятно, значит, он вас, значит, в итоге взобрал из детдома, а мать ваша кто тогда? Бывает, если это правда, я же не знаю, у него была какая-то секретарша. Так, у вашего отца? Да, да. А ваш отец был кем? Головой, И, значит, у него была секретарша? Да. И вроде как с этой секретаршей? Получился роман. Ага. И результатом романа были вы? Да. Так говорят в селе? Да. Да, да, да. Это так. Итак, мы, конечно же, пошли по официальному пути, для того, чтобы действительно попытаться найти родную мать нашего главного героя, сегодняшнего Владимира. И мы начали именно с этой официальной позиции, с официального варианта. Внимание на экран. Дата народжения это является конфликционной информацией. Это такая особая, которая родилась, а она уже до этого дня не хочет, чтобы ее теперешняя семья знала. И она целиком законно может меня не звинувати тем, что я разогласила данные про нее. Это информация про особу. Если я не хочу, чтобы меня про меня кто-то знает через 50 лет и через 100 лет я думаю, это должен быть вопросом. Экстрасенсы, тесты ДНК и частный сыщик. Сегодня, как говорит Украина, настоящий детектив. Мы разыскиваем маму для нашего зрителя. 40-летний мужчина ищит женщину, которая отказалась от него в роддоме. Мы совершенно не удивились мы, когда получили официальный ответ. Вот сейчас мы покажем вам на экране бумагу, которую получили. Шановный Володимир Миколаевич, у ответ на вашу заяву Малинский мискрайонный территориальный медицинский объединитель сообщает, что, согласно статьи 23 закону Украины про информацию, информация про особу охраняется законом. Персональные данные, кроме с неособлених персональных данных за режимом доступа есть информация с обмеженным доступом. А тому мы мы должны отказать вам о наданной запитываниях персональных данных, оскільки доступ до них заборонен согласно с законом. Если чиновники не помогают и законы не настолько хороши, чтобы действительно помочь человеку найти родную мать или родного отца, то люди довольно часто идут к экстрасенсам. А вы ходили к экстрасенсам? Нет. А мы пошли. Мы пошли к нескольким экстрасенсам. И более того, еще, значит, нескольких пригласили сюда в эту студию, и они тоже сегодня подключатся к вашим поискам. Кроме того, мы, друзья, провели сегодня и ДНК-экспертизу. Сегодня, возможно, в этой студии встретится сын со своей родной матерью. Обязательно дождитесь. Итак, сначала об экстрасенсах, к которым мы пошли лишь с фотографиями Володи и его приемных родителей. Ничего больше наши уважаемые экстрасенсы не знали. Сами должны были нам сказать правду. Внимание на экран. Странная энергетика идет от фотографии, очень странная. Такое ощущение, что вообще изначально даже рождение ребенка было положено в каком-то обмане. То есть уже им спекулировали до момента родов. Почему женщина отказалась впоследствии от ребенка? Потому что она подписывала какую-то бумагу, связанную с какими-то деньгами. Может быть, это бумага передачи ребенка в детский дом, не знаю. Может быть, это бумага передачи ребенка кому-то, какой-то семье, и она, надо заметить, получила за это деньги. Дело в том, что мать его скрывалась. Она даже меняла свое имя. Пытаюсь увезти маятник, а он все равно магнитит в Тернопольскую область. Смотрите, я все равно склонна, что она, скорее всего, в Белоруссии, но поискать стоит в Тернопольской области. Значит, и так Симона склоняется к версии о том, что ваша родная мама родила вас по заказу некой бездетной пары. А вот, кстати, первая жена Николая Григорьевича, она была бесплодная. То есть, если ваша приемная мама была бездетной, то именно эта секретарша Николая Григорьевича могла родить действительно вас, для того, чтобы потом ваш родной отец вас же забрал. То есть, под заказ она могла вас родить. Ну, мы так и думаем, а там кто нам? Мы тоже так думали. Ага. Давайте сейчас посмотрим, что там рассказал другой экстрасенс. Это были разорванные вузы и опять женщина. Женщина, это мать, была виновником этого всего. Мать разрушила семью. Когда люди отказываются от детей, они, значит, идут на какой-то определенный шаг. Значит, им дети не нужны. Почему-то она буква Астрахани. Оттуда, откуда. Это не Украина. Итак, вот этот экстрасенс считает, что ваша родная мама родила вас, оставила в роддоме и сбежала в Астрахань. Ну, понимается, я что сказал, слухаем. Так, Ольга, а что вы видите в этой истории? Я вот все время настраюсь на человека, соединяясь энергетически с Владимиром. Я слышу просто имена. Смотрите, вот я сейчас настраюсь на имя вашей матери. Ее, возможно, зовут Валя или Люба. Она моложе меня. Я вам расскажу, как я слышу. Она моложе меня года на три. Ваша мама. Так я ее слышу. Но она живет в данный момент, она не в Украине живет. Ее нет в Украине. И она очень и очень больна. Она родила и потом еще дочь. Вот. И какая-то женщина по имени Евдокия или Елена что-то о ней знает, но она молчит. Это какая-то женщина, вот это очень, я вижу ее. А вот Ольга сразу головой закивала. Что вы сразу закивали головой? Ну, Евдокия точно. Это же другая. А Евдокия-то кто? Это что они сыновили Вовку. Евдокия. Мата моя, что вы ее думали. Евдокия? Евдокия, да. Это ваша приемная мама? То есть получается, вот поэтому, собственно, она и молчит. Она же и против того, чтобы вы сейчас вели это расследование. Значит, она действительно может что-то знать. Она против. Она знает. Да, она знает очень много. Да, да. Понимаете? Но она не хочет говорить. Я просто вам говорю то, что я слышу. А почему идет имя? Потому что 14 марта праздник святой Евдокии. И она где-то там и родилась. Вот эта женщина, о которой я говорю. Она какая-то невестокая рост, а и очень молчаливая. Она все молчит и молчит. Вот такая женщина. Она может много рассказать. Она родилась именно вот в тот праздник? Нет, все могло бы. С какой-то мудрой, чтобы знали, что да. Итак, какие семейные тайны откроются здесь, в студии ток-шоу говорит Украина, чем закончатся поиски мамы для нашего сорокалетнего зрителя. Скажите, а вы любите свою приемную маму? Естественно, она моя мама. Вы ее не выдавали. Естественно. Я к своему нашел кого-нибудь сказать баганого. Как вы ее называете? Ну, сейчас бабушка. А вы ее мамой когда-нибудь присылали? Она называл, конечно. Ну, уже живет. Она в возрасте, 70 годов. А почему теперь бабушка? Ну, то, что бабушкой стала дважды. Ну, вы же тоже стали не ребенком. Теперь она вас как называет? Дяденька? Вы поймите. Она вас как звала? Волка. Сынок звала вас? Волка, нет. Только Вовка? Волка, да. То есть сыном ни разу вас не называла? Ну, может, я таких уже нюансов вам точно не расскажу. Вовка называла. Постоянно. Оль, а вот вы слышали здесь версию с этой секретаршей. Вы там секретаршу в своем понимании видите? Нет, я не вижу секретарши. Мне идет какой-то населенный пункт типа Ульяновка, как Ульяна. Вот что-то такое идет информация. Возможно, она оттуда родом. Вот это же. Скажите, а вот приемный отец Владимира Николая Григорьевича, который вроде как является родным, вы видите там что-то? Ну, я вам скажу, что он вообще-то, Володя, у него как бы первично имя другое было. Андрей, идет информация другая. И он или Васильевич, или Иванович, его отчество, он не Николаевич. Не Николаевич. Это не его отец. То есть Николай Григорьевич это не его отец? Это не его отец. Это не его отец. Значит, мы сегодня, друзья, проверим с помощью не только наших уважаемых экстрасенсов, но и с помощью научных исследований. Мы провели ДНК-экспертизу, мы взяли значит, пробы на это исследование у Владимира, мы взяли пробы у родных дочерей Николая Григорьевича, для того, чтобы действительно установить, а является ли Николай Григорьевич вашим родным папой. А пока давайте пригласим сюда в эту студию одну из сестер Владимира, одну из дочерей Николая Григорьевича, Алену, которая тоже, кстати, сдавала кровь на ДНК-экспертизу. Ну так вы когда узнали о подозрениях Володи, что у вас оказывается общий отец? Ну я вообще думала, раньше слухи тоже доходили ко мне, что это не родной его отец. То есть мы по отцу не родные. Ну как Володя сейчас говорит, что мы родные. А как вы думаете, родные или нет? Думаю, что да. Думаете родные? А почему вы так думаете? Мой отец к нему относился как к родному своей, но никогда нам не сказал, что он не родной. Мы с ним нормально общались, то есть с самого детства со школы. Слушайте, но ведь окончательно действительно поднять родные вы или нет поможет только ДНК-экспертиза. Вы согласились принять участие в ней. Волновались перед этим? Ну да, немножко. А вот если подтвердиться, что вы родные, то что? Ну это хорошо. То есть брат и сестра. Но у вас ваши отношения как-то поменяют? Вы станете еще больше общаться, ближе общаться? Еще больше. Ну мы и так общаемся. Ну станет может по-другому немножко. Володь, получается, что Николай Григорьевич забрал вас из детдома. Из детдома. Потом он разошелся с женой, развелся. У 5 годов. Бросил первую жену и вдохи. Да, за мною. Да, и вас и ушел к другой женщине. Потому что он... Мне было 5-6 год. Так, подождите. Он ушел и только потом вы стали рождаться? Или все-таки... А, не так было. Ну мне рассказывать... Подождите. Потому что слухи ходят такие, что вас, значит, Николай Григорьевич жил в вашей семье, воспитывал вас как приемного сына, при этом имел роман с вашей мамой. И вроде, когда этот роман... Да, вы вы родились, когда еще Николай Григорьевич был в той семье, потом он ушел и, собственно, стал жить в вашей семье и уже родилась ваша сестра. Тогда уже сестра, да. Через 5 лет. То есть, такое, значит, сексуальная революция вообще. Да нормальный, абсолютно нормальный процесс. Давай сейчас пригласим в студию хотя бы еще вашу маму Нину. Может быть, она поможет там разобраться. Встречайте, пожалуйста. Мы уже тут все запутались. Объясните нам, пожалуйста, кем вы приходитесь к Владимиру? Я то не мама ему, но считаю как мама. То, что он ходил до нас, папа его... Когда Николай Григорьевич уже к вам пришел? Конечно. Конечно. То есть, когда Николай Григорьевич оставил их семью и пришел к вам, Володя продолжал к вам ходить? Да. И Володя продолжал к вам ходить? Конечно. И вы были ему как мама тоже? девчата наши. Мы думали, что они... Ну, я... Хотя я все знала. А что вы знали? Ну, что я знала, что... Так. Ну-ка, ну-ка. Что вы знали? Ну, чтобы не сидеть дома. Ага. Ну, тут была... А Николай Григорьевич что-то вообще говорила? Конечно. Что он говорил? Ну, не знаю. Там дальше... Твой, но... Володя не его сын. То есть, Николай Григорьевич не родной отец Володи. Нет. Он вам лично это говорил? Лично. Ну, я это все знала. И он не его батько. Как оно получилось? Они 15 лет жили из Евдокии Миколаевной. И в них не было детей. Да. Вин мужчина такий був мощный. И всегда... Его мама была поедема... А вона каже, что... Вот так себя бьет. Каже, я же такий мужчина. Я хочу своих детей. Хотя он его любил. Это же все знают. Бубни... То есть, что... Он любил как своего. Но ему хотелось от своих. И... А я... После техникума... Там же... Он был головой колгоспа. Вот тоже... Откуда и пошло. Я писала протоколы. Мне такой работы не было. То же сказали. Я родила Лену. Так. Хотя мы не жили еще с ним. Я родила просто, чтобы он знал, чтобы он способный. То есть, вы помогли ему доказать, что он мужчина? Да, конечно. И он за мной не жил. Не жил. Аня Нина, а кем вы у Николая Дембольевича работали? Не секретарша, слушай. Секретарша была. Вы секретарша? Так вы, может быть, есть та секретарша, может быть, есть та мама. Не, не. Не было. Я ее не родила. Я жила. Ну, сейчас здесь все все скрывают. Слушайте, но учтите, а вот ДНК-экспертиз сегодня очень многое покажет. Ну, хайка же, я знаю. Экстрасенсы, тесты ДНК и частный сыщик сегодня в Горида. Украина настоящий детектив. Мы разыскиваем маму для нашего зрителя. 40-летний мужчина ищет женщину, которая отказалась от него в роддоме. И прямо сейчас, друзья, вы узнаете, чем же закончатся эти поиски. Я приглашаю в студию специалиста по ДНК-анализу Марину Шпартову. Ну что, Володь, переживаете сейчас как-то? Что? Все в порядку. Ален, переживаете? Немножко. Немножко. Пани Нина. Что? Переживай, конечно. Может быть, сейчас все-таки узнаем, что вы мама? Да. Нет. А? Что мы мама точно. Точно? Абсолютно уверены в этом. Ой. Мы все переживаем. Даже я волнуюсь. Марин, ну, дайте подсмотр. Так. Марин, насколько вот все-таки эти результаты, результат этой экспертизы действительно может быть безупречным и может быть абсолютным, окончательным и должен ответить Володя на главный вопрос его жизни, его поисков? Вы получите стопроцентный результат. То есть получается, сейчас вы ответьте на вопрос, является ли Николай Григорьевич родным отцом Владимира? Да. Является ли Алена родной сестрой? Да. Является ли пани Нина возможной мамой Владимира? О том, как говорят, собственно, в селе. Прошу вас. Мы провели ДНК между братом и сестрой. Вероятность того, что у вас является один биологический родитель родной, составляет 1,7%. Это говорит о том, что очень низкая вероятность родства. То есть Николай Григорьевич не является родным папой Володи? Нет, не является. И, соответственно, Алена не является родной сестрой? И, соответственно, пани Нина тоже не является родной мамой Володи? Нет. Володь, что вы сейчас чувствуете? Потому что ведь Николай Григорьевич вас так любил. Вы были уверены в том, что это ваш родной папа. А тут со стопроцентной вероятностью ДНК, экспертиза вам говорит о том, что Николай Григорьевич по сути, был чужим для вас человеком? Я со всем взравнивался, конечно. Что не есть, но он относился до меня. Вообще, претензий нет. А чувствуете-то, что сейчас? Ну, не он, значит, не он. Ну и что? Я не знаю, где с детьми должен быть, естественно. Откуда мы тут взялись? Ну, теперь задача-то еще сложнее. Теперь надо не только мать, но и отца искать. Давайте решать, что делать. А что, это вам решать, что делать? Будем искать отца-то или нет? Ну, будем, а что не будем? Давайте. Значит, друзья, я хочу сейчас пригласить в студию еще одного нашего героя, который, возможно, вам, Владимир, составит такую психологическую поддержку, потому что Юрий Борисенко все эти годы ищет свою родную маму. Встречайте, Юрий Борисенко. Итак, внимание на экран, друзья. Когда Юрию Борисенко было 24 лет, помер его отец. Для оформлення спадщины хлопец почав розбирати батькові папери и знайшов документи, от прочитания которых ему выбрали мову. Виявилося, что у триричного века он был усыновленный. Вже 16 лет Юрий ошугаев батьков, которые дали ему життя. Но марно. И Юрий не втрачает надеи найти родных и использует для этого любую возможность. Он переживает, что, возможно, его биологическая мама потребует помощи, а он не может про нее подбать. Слушайте, 16 лет вы ищете свою родную маму? Да. И для вас было действительно очень неожиданным, что вы усыновленный ребенок? Когда я женился, привел в дом свою жену, и отчим сказал, что неродной здесь сын, что он делает. И когда мама на кухне, мне уже было 24 года, отдала мне документ об усыновлении, раскрыла всю тайну, вот тем самым она сама натолкнула меня на то, что мне нужно искать свою биологическую маму. То есть она, в отличие от приемной мамы Володи, была за то, чтобы вы нашли все-таки свою родную. Да. Значит, когда я подал заявку «Жди меня» и пригласили меня на съемки в Киев, вот мама мне сказала, Юра, если и найдется биологическая мама, вези ее к нам в дом, будут тебе две мамы, место всем найдется. Слушайте, ну сколько раз вы уже побывали в этой программе «Жди меня», сколько уже вы заявок туда отправляли. «Жди меня» я был уже два раза, вот, третий раз без меня уже в Москве, на «Жди меня» объявляли о поисках, вот, и все безрезультатно, потому что я вот сейчас анализирую свои поиски, везде идет замкнутый круг. Женщина биологическая, которая 3 апреля 1968 года поступила в детскую специализированную больницу номер 14. Вот она, Камина, Любовь Николаевна, ей было 35 лет, роды были, вот, старая, первородящая первые, вот, с диагнозом угроза выкидыша, вот, родила она меня, и что потом произошло, никто ничего не знает. То есть или на природах умерла, или какие-то обстоятельства другие, понимаете, вот. С журнала приема больных Акуршерского отделения за 1968 год я теперь ищу тех женщин, которые лежали вместе в палате с мамой. Слушайте, я в абсолютном шоке. Откуда вам все это удалось узнать? Потому что мы с Володей тут не можем нам официальные отказы шлют, так мы с помощью таких специалистов, грамотных и уважаемых на всю страну это все делаем, запросы отправляем. А вы уже там по журналам даже пошли. Ну, да. Дело в том, что я имею... Это деньги, связи, что это такое? Я имею просто определенный статус, вот, поэтому стал, 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 ну, стал расследовать все это сам, не надеяться ни на кого. Я не отстану, какой статус? Ну, являюсь председателем, заместителем председателя районного совета. А, так вы депутат. Конечно, Володь, ты обыкновенный человек. Ольга, что вы чувствуете вот по поводу мамы биологической вам и Юрия? Да, я сейчас на Юрия настраиваюсь, Юрий. Я вам скажу так. Я вот имя вам скажу матери. Ее звали Вера. Это я вам даю гарантию. Как звали? Вера. 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 Ваша мать Вера. Вера. Понимаете? Вот. Это вот прямо вы точно говорите? Ну, 99,9-х. Вот как там не может быть. Значит, ищем Веру теперь. Еще 20 лет. Значит, да. Но я вам скажу, не хочу вас обижать. Вашей мамы нету. Вы можете найти, но вы ее не увидите. Хотя бы могилку узнать, где она. Ну, будем искать. Очень интересная, запутанная ситуация. И мы беремся за это дело. Но гарантировать 100% результат мы не можем. Значит, смотрите. Все Украинские ассоциации детективов берется вам помочь, Володя. При этом, конечно, как и настоящие профессионалы и специалисты, 100% гарантии не дают. Но 100% гарантии вообще никто не может дать. Самое главное, хоть какой-то еще шанс появился. И это здорово. Так? Так. Вы совсем перестали улыбаться. Ничего. Вот. Расстроились. Да расстроились, конечно. Да как сказать. Я в жизни дуже никого не расстраиваюсь от того, что расстройство, это все, оно не помогает этим проблемам. Понимаете, как? Воно все надо, все надо, дуже до всего надо подходит, дуже спокойно и лагоджено. Ну, а знаете, как бывает, изыскливо злиться пламя. Бывает, что ничего можно расстроиться, чем через большую проблему не расстроиться вообще. Слушайте, но ведь, возможно, действительно, ваша родная мама сейчас смотрит эту программу. И, возможно, она благодаря каким-то деталям, каким-то там эпизодам, рассказанным сегодня здесь, узнала себя. Может быть, есть смысл сейчас обратиться к ней напрямую? Вот ваша камера. Ну, что, будь ласка, приезжайте до нас. Мы вас все ждем. Наша семья, все наши друзи, все мои товарищи, что сюда помогли попасть. Кажут, люби волка, вопросы. Будем совмещаться все очень спокойно, лагоджено. И, какие уже, конечно, в пределах умных, в пределах семейного бюджета, будем все решать. Вы потрясающие. Вы потрясающие. И мне действительно очень хочется, чтобы однажды мы собрались в этой студии в полном составе с вашей мамой, чтобы показать всем и доказать всем, что если ты чего-то хочешь найти, то ты обязательно находишь это. И обязательно находишь то родное, свою маму. А ведь мамы-то нужны всем в любом возрасте, в любом состоянии, при любом статусе, при любой погоде, непогоде и при любом настроении. Мама – это единственное, что у человека есть святого. Об этом говорит Украина, об этом сегодня не могли молчать и мы. Спасибо, что вы с нами. С надеждой верой. Пока. Спасибо огромное.